Соблюдению социальной дистанции и масочного режима особое внимание. С учетом роста числа заболевших, а за последнюю неделю количество зараженных выросло в 2,5 раза, беспрерывный контроль за исполнением требований Роспотребнадзора должен осуществляться в торговых, офисных центрах, банках и общественном транспорте. В автобусе, в трамвае, в троллейбусе, в метро, в поле того, чтобы остановить подвижной состав. О переходе на удаленку общеобразовательные учреждения будут принимать решения самостоятельно, в зависимости от эпидообстановки. В настоящий момент на карантин закрыты 14 самарских школ и 1629 классов, как по причине ОРВИ, так и из-за случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. На дистанционный формат обучения до особого распоряжения переходят все учреждения дополнительного образования. Изменения касаются как групповых, так и индивидуальных занятий, подчеркнула глава города Елена Лапушкина. Допообразование жестко закрываем до особого распоряжения, потому что там группы будут смешаны с разных школ, с разными моментами. Вот эту цепочку нужно остановить. Продолжается контроль за соблюдением самоизоляции больными, которые находятся на амбулаторном лечении с диагнозом COVID-19. Пациенты, зараженные коронавирусом, не должны покидать свои дома до полного выздоровления. На всех промышленных предприятиях необходимо усилить меры безопасности и ревакцинировать сотрудников согласно графику. Высокое значение по заболеваемости среди работников промпредприятий прошу уделить данному направлению особое внимание. Самарцам напоминают, для того, чтобы обезопасить себя и близких от новой коронавирусной инфекции, необходимо прививаться, тем более, что в городе сейчас имеются все существующие препараты для вакцинации и ревакцинации граждан. Ольга Павлова, Василий Колдашов. События.